Короче, ребята, помните, я вам рассказывала про то, что у меня есть небольшой нюанс для страховки, чтобы мне сделать страховку за границу? Именно у меня есть нюанс со страховкой, я потом расскажу вам, какой нюанс. Короче, из-за этого нюанса, то есть из-за страховки, ну да, чтобы сделать страховку, мне пришлось сейчас отменять всю работу и перейти в хайфу. Я думала, что племяшка мне поможет, но она тоже на работе, она не может постоянно ходить в ту инстанцию, куда мне надо. Вот, поэтому оделась, приняла душ и пригнала в хайфу. Что делать, я не знаю, и даже как бы приехав сюда, я не знаю, если я смогу решить эту проблему или нет. Короче, трындец. Вот именно бумажечка, знаете, фигня фигнюцкая. Вот я даже не знаю, как бы, это не какой-то там big deal, знаете, что-то такое. Но мне из-за этой бумажки уже все нервы истрепали. Мы уже, наверное, недели две с половиной бьемся. Причем я, я там вот племяшка моя, потому что она там рядышком работает, и я ее периодически просила, чтобы она пошла как-то, сказала словечко, напомнила им, чтобы они сделали, чтобы они написали. Вот, но я тоже ребенка не могу постоянно. Она сейчас шла, там сидела возле кабинета, поднялась, посидела возле кабинета, но у нее тоже работа, она должна возвращаться на свою работу, поэтому я ей сказала, иди на работу, работай. А я сейчас оденусь и приеду, что делать? Другого варианта у меня нету. И как бы не факт, что я что-то сделаю, но я все-таки надеюсь на то, что у меня получится. Короче, ужас, ужас. Прямо, да, знаете, до абсурда, ну до такого абсурда, что, господи, ну неужели нельзя это написать, прислать мне в e-mail, тем более, в e-mail, тем более, мне никто не сказал, что есть какая-то проблема, что это очень тяжело, или там, знаете, ну не знаю, да, да, все нормально, все хорошо. Сначала неделя мне говорят, что вы взяли эти пульты, то есть, то есть, что мы над этим работаем, мы должны вам прислать ответы, все такое. Никто мне ничего не шлет, постоянно я звоню, иногда отвечают, иногда не отвечают. Короче, дурдом. Так что еду сейчас в Хайфу, надеюсь, что у меня что-то получится, потому что, если не получится, есть большая вероятность, что меня даже не пустят на корабль. Вот так. Потому что я не знаю, трусит меня без страховки или нет. Вот. Короче, по-любому мне нужно это письмо. Я уже, как сказала, 350 раз, по-любому, как бы расскажу вам попозже, что это за письмо, зачем оно мне так надо, вообще, что это такое. Ладно, поехали. Сейчас посмотрим, что будет. Ребята, я это сделала. О, сейчас умывалась холодной водой. Я брала с собой воду. И, кстати, она стояла у меня здесь в машине. До сих пор прохладная. Мне не верится. Что это? Что это я сделала? Я все сделала. Я молодец. Ой, какая у меня жара на улице сейчас шла к машине, на стоянку. Это что-то шнёт-то. Хорошо, что со мной был фруктовый, холодный, освежающий коктейльчик. Так, теперь мне нужно отсюда выехать. Я поехала домой. Потому что время у нас 12 часов 12 минут. Где-то около часа, может быть, чуть-чуть побольше. Мы делали дела. Дианка была со мной. Вот так, сейчас потихонечку спускаемся потихонечку. Тут есть... Я залезла на бордюр. Ну, тут все залезли, не только я. Хорошо, когда машина высокая. То есть можно остановиться, парковаться на такие высокие места. А когда машина низкая, фиг вы куда поставите свою машину. Поэтому у высоких машин очень много плюсов. Больше плюсов, чем минусов. Минусов практически нет. Так, что тут случилось с моей сдержалкой? Она, наверное, от жары отвалилась. Ну, всё, ребят, я поехала домой. Я уже так переживала, что я ещё больше просижу за этим письмом, за этой бумажкой. И не успею за мальчиками. Потому что сейчас тоже будет уже, наверное, скорее всего, по крайней мере, в Хайфе, наверное, точно будет пробка. Что я ехала сюда, была пробка. Значит, буду ехать отсюда, тоже будет пробка. Посмотрим. Надеюсь, что нет. И я быстренько приеду домой. Ладно, буду включаться, а то у меня практически полностью отвалился телефон. Всем привет, добрый день ещё раз. У нас 2 часа дня. Еду за мальчиками в школу. Пробки, пробки. Едем ли? Доехала с Хайфы. В Хайфу еле доехала. Пробки ужасные. И с Хайфы еле выехала. Тоже ужасные пробки. Приехала. И у нас здесь тоже пробки. Несмотря на то, что 2 часа... Ой, у меня нет ещё батарейки. Так что я буду выключаться. Всем добрый вечер уже. У нас практически 6 часов вечера. Жду мужа сроку, чтобы поехать к Адриану на день рождения. Адрианчик, моего педанчика, сегодня день рождения. По-моему, я вам говорила уже. Куча посуды, которую я не хочу мыть. Это ещё, знаете, такая противная посуда, кастрюли большие. Я вчера много всего готовила. Готовила 2 блюда, потому что кто-то ест одно, кто-то ест другое. Вот, и получается, что вечером уже вчера перелила в маленькие кастрюли. Большие кастрюли остались, которые нужно мыть. Я хочу её мыть. Разрезала ананасик, который мы купили. Но он, если честно, уже такой, знаете, как переспевший. Не такой, как Катя с мамой покупали. Ну, вкусно. Оно такое же. Вот тут прям мягенько такое. Так, ладно, буду быть отсюда. Сейчас муж приедет, перекусит. Ничего сегодня не готовила. Купила пиццу. Пацаны поели. Я не ела. Пиццу я ела у свёкров. В свёкровь делала арабские голубцы. Я у неё пообедала. Вот. Поэтому пиццу я не ела. Сейчас пойдём на день рождения. Так тоже должны быть какие-то перекусы. Как всегда, наверное, пицца тоже ж будет. Какие-то там чипсики, шмиксики. Вот. Но я надеюсь, голодной я не буду. Ну, максимум, если буду голодной, поедим там чего-нибудь. Мы приехали на торговую Петерчок. Сейчас идём, будем искать, где здесь Айджам, потому что мы никогда в Айджам именно здесь не были. А, но тут больше всякой фигни есть, чем на Бигине. Да, тут больше, тут больше. Тут есть для малышей, вот эта дневная, и эта прыгка. А, вон она, розочка. Дети бесятся. Данилька зашёл, раме не хочет, сказал, мама, мне 16 лет. Розочка, привет! Она мне не говорит. Не знаю, отвернулась. Не знала тебя, наверное. Может быть. А, куда идти надо? А, наверх? А, Раме, подожди, а то он не узнает, куда мы поднялись. А он с Дианой, хорошо. Они взрослые уже. У тебя кроссовочки новые? В скупе. Я тоже самое купила в скупе. Детям радость. Детям радость. Детям радость. Мы еще одни раз обнимаем. Здесь такая комната для проведения День Рождения. Ты знаешь, что я у тебя тапки устраивала? Да, оставляю их. Они такие удобные, я бы не снимаю. А, да? Класс. Такие тортики красивые. Что-то такое грустное мнение. Кто же устал, напрыгался. Не надо, Алья ему, как я рассказала. Правда, Алья, Мадон, Мадон! Помогите? Что-то такое. Один! Али! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok